Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 июня, у нас моросит дождь. И передали, вот я смотрела погоду и смс пришло, что после вот такой аномальной жары у нас очередное похолодание идет. Три дня будет холодно, ночная температура 14-18, вот сейчас 16 градусов будет идти дождь. Но дождь он такой, как понарушечный, смотрите, видите, даже земля сухая, так что поливать все равно приходится. Но вот этот период похолодания и помогает, и плюс и минус, сейчас расскажу в чем дело. Минус из-за того, что температура будет плюс 11, плюс 8 и еще плюс 8 один день. И в эти дни нужно беречь свои огурчики, потому что я уже говорила, при плюс 15, если ниже опускается температура, то огурцы тормозят, прекращают свой рост. А меньше 10 градусов они могут вообще, ну у них могут неприятности возникнуть. Поэтому если у вас ночная плюс 8, плюс 10, плюс 11, как ожидает нас, нужно обязательно, я вот буду обязательно закрывать теплицу с огурцами. Помидоры я, конечно, закрывать не буду, огурцы закрывать буду. Но такая температура еще и плюс. Пасмурная погода позволяет делать листовые обработки, некорневые подкормки в теплицах. Я вот сейчас пошла, опрыскала витаминным коктейлем те же огурчики, они очень это любят. А в тот период, когда сильно жарко, погода не позволяет. Встанешь утром, что-то буквально одно дело сделаешь, потом наступает жара, уже не побрызгаешь ничего. Вот у такой погоды и плюсы, и минусы. И, конечно, еще томаты в теплицах немного отдохнут от такой жарищи. Хотела вам показать сегодня, как развиваются томаты после консервации. Помните, я их ставила на 12 дней в темное холодное место. Хочу сказать, что разница очень большая. Ну, сегодня уже из-за дождя не буду здесь лазить, я и так уже как лягушка. И сейчас покажу вам томаты в открытом грунте. Несмотря на то, что вот такая была жара, и высаживала я томаты, вот эти скороспелки в открытом грунте, очень рано, они уже начали у меня спеть. В открытом грунте первые спелые томаты. Я вот сейчас немножко дождик закончу, расскажу об этих сортах подробнее. Но это не единственный куст, они начали спеть, как я уже говорила, чуть ли не быстрее, чем в теплице. В теплице, наконец-то, скороспелки тоже проснулись. Так что идет массовое созревание томатов у меня и в открытом грунте, и в теплицах. Так, хотела вам побольше рассказать, но вся намокла, пока ходила по огороду, придется бежать. Я вообще шла работать в теплицу, вот сейчас пойду опять подвязывать, посынковать, поливать. В теплице Франкенштейн, которая из разных кусочков у меня собрана. Все, я очень рада, что у нас дождик, и даже рада, хотя это очень странно, вот этому похолоданию, пусть и ночью будут холодные для томатов, это нормально, это ерунда, а огурцы у меня в теплице. Все, желаю всем такой погоды, какую вы пожелаете. Вот нужно, например, поработать в теплице, потом что-то там подвязать, посынковать. Пусть будет пасмурно, пусть пойдет дождик, там как раз будет свежий воздух, и я сейчас стою и думаю, надо, наверное, пойти шерстяные носочки одеть для работы в теплице. А как только работы в теплице закончатся, пусть тогда будет снова тепло. Желаю всем хороших урожаев. У нас-то нынче про нас и говорить нечего, мне вот уже пишут, вы все говорите Сибирь, Сибирь, у вас от Сибири одно название. У вас там жарко, у вас там тепло, у вас там можно все выращивать. Но просто люди здесь не жили, и они не понимают, что это единственный год, когда у нас не было мороза. Я смотрю прошлогодние видео, когда в мае у нас снегопад, метель, когда мои тоннели вот с рассадой на продажу проваливались от снега, такой слой снега выпал, вот эта вот пекинская капуста высаженная замерзала все. Если один год выдался вот таким счастливым для огородников, это еще не показатель. Мы, конечно, радуемся, но я прекрасно понимаю, что все это временно, что все это вот подарок Бога, единовременный, как единовременные выплаты детские, и все. Поэтому дальше все опять войдет в свою колею, будем бороться с заморозками, со снегопадами, с метелями. У нас мороз в июне может быть минус 8, и мороз в сентябре может быть ночные заморозки минус 10. Так что у нас нынче мы как на курорте. Мы просто один раз нам дали почувствовать, что такое, ну как, вырастить урожай без морозов сибирских, без проблем. Мне это нравится очень. Вам желаю тоже такой же погоды, которую вы пожелаете. Кому-то, может быть, действительно жара и тепло не нужно, кому-то нужно немножко сбавить градус, и чуть будет похолоднее. Все, до свидания.